Интегративная поведенческая терапия пар является детищем традиционной поведенческой терапии, которая включала в себя два основных компонента. Старая, испытанная и эффективная с точки зрения достижения изменений в отношениях. Поведенческая модель консультирования традиционно акцентировала внимание, во-первых, на поведенческом обмене, по типу «ты мне, я тебе, я делаю это», а «ты» — вот это. У нас определенные роли и равный обмен, благодаря которому отношения складываются бесконфликтно. К этому мы еще вернемся. А во-вторых, на развитии коммуникативных навыков и навыков решения проблем. Мы с вами еще этого не разбирали, но так называемая «ПРЕП-модель» — программа профилактики и улучшения отношений, разработанная в Университете Денвера исследователями Скоттом Стэнли, Говардом Маркманом и Джуди Блумберг, по сути, представляет собой программу обучения пар навыкам, в частности, навыку эффективного общения. Любопытно вот, что обнаружилось, что традиционная поведенческая терапия супружеских пар, имеющая беспрецедентное научное обоснование, не обеспечивала долгосрочных результатов. Повторный анализ показал, что данный подход не настолько успешен. Да, он приносил результат. Пары достигали прекрасных отношений, не умели договариваться, налаживать взаимообмен. Однако в долгосрочной перспективе положительный эффект не сохранялся. Успех был ограниченным. Какие-то методы были продуктивными, а какие-то, напротив, контрпродуктивными. Например, психолог говорит, у вас имеется такая-то и такая-то проблема, давайте попробуем ее скорректировать, переопределим ваши отношения, переосмыслим роли и освоим некоторые навыки общения. Однако на деле получалось, что отношения в паре на фоне терапии с течением времени только ухудшались. Возник вопрос, почему? Вы не поверите, говорит человек, но я проходил терапию и участвовал в исследованиях самого Нила Джейкобсона. Мы работали по его программе, и наши отношения существенным образом преобразились. Долгое время все было отлично, а сейчас семейная жизнь просто рушится. Тут варианта два, что-то не так либо со мной, либо с вами. Пара возвращается в терапию с более серьезными проблемами. Терапевт пытается понять, в чем дело. Почему применяемые методики сначала дали неплохой результат, а потом, по прошествии времени, что-то изменилось, и они перестали работать. Так вот, Джейкобсон обнаружил то, что позволило снять. Норвежские пульсовые браслеты, если можно так выразиться, этим фактором было принятие. По сути, если почитать работы Джона Готтмана и других авторов, проблемы возникают у всех супружеских пар. Если у вас есть братья или сестры, отношения с ними наверняка беспроблемными не были. Я прав? Когда-то вы ссорились, когда-то ладили, о браке и говорить не приходится. Не все всегда гладко и с коллегами по работе, верно? Интересно, что при возникновении проблем в отношениях, супруги, как правило, начинают друг на друга давить, пытаются переделать друг друга. Выглядит это так. Знаешь, у тебя проблема. Давай-ка я запишу тебя к психологу. Он тебе все объяснит, с тобой поработает, и все наладится. И в нашем браке, и в семье, и в отношениях, и в нашем мире в целом все будет хорошо. Вот приведут тебя в порядок, и все будет отлично. Не знаю, как вы, но я заметил, что большинство людей на попытке их изменить реагируют враждебно. Мы тут же цитируем Библию, замечая это. У меня что-то в глазу? Оно погодит, дай-ка я наклонюсь, чтобы меня твоим бревном не пришибло. И так нам свойственно пытаться переделывать людей. При этом никакими волшебными навыками в этом плане мы не обладаем, и никаким особым даром или волшебной пыльцой Дух Святой нас не одарил, чтобы посыпать ею человека, и он стал таким, каким мы себе на радость хотели бы его видеть. Тем не менее, своих попыток мы не оставляем, и если человек не поддается, мы начинаем его очернять. Муж? Да он болен вообще. С ним же невозможно спокойно жить. Да, бывает и так, что человек действительно хронически болен. Но мы его просто клеймим. Он ненормальный, неадекватный, чокнутый, пока отношения в конец не обостряются. Вот вам и цикл. Видите? Если посмотреть на ситуацию через призму других моделей терапии, кто-то из супругов решит, все, хватит, больше я с тобой общаться не желаю. Кто-то начнет преследовать другого, винить его и критиковать. Ты куда? В любом случае они все больше друг от друга отдаляются и остаются в ловушке повторяющегося цикла. Я имену это игрой переделывания, обвинения, отстранения. Мы хотим изменить человека, а если это не получается, выдаем «ты весь в мать». Что в каком-то смысле звучит как обвинение, или «ты ненормальный», а потом мы в конце концов отстраняемся. Вот и получается меняем, виним, меняем, виним, переделываем, виним, пока, наконец, не сдаемся. Вот в такой избыточный привычный паттерн или шаблон можно угодить. На мой взгляд, это очень правильно, очень толковое осмысление феномена, которое исследователи наблюдают в так называемых проблемных союзах или в провальных отношениях. Назовите это как угодно. Для них характерно вот что. рецепрокный, негативный паттерн взаимодействия, о котором говорят Готман, Маркман, Стэнли, Блумберг и другие ученые. Продолжающаяся игра под названием «Переделываю, обвиняю, отстраняюсь» или «меняю, обвиняю, отстраняюсь». И чем дольше этот шаблон взаимодействия сохраняется, как показывает мой личный опыт работы с супружескими парами, тем больше им кажется, что изменить уже ничего нельзя. Если с ними уже работали другие психологи, которых интересовало скорее «что», а это, на мой взгляд, больше запутывает, а в данном случае является ложным шагом, когда пару просят «сделайте то» или «это», положительное действие оказывается временным, и люди утрачивают надежду на настоящие перемены. надеюсь, вы видите, что другой фокус, другой акцент дает доступ ко всем возможностям и использованию других методов. Здоровые пары возможность возникновения проблем воспринимают как норму. Изменение состоит в том, что пара больше не пугается стрессовых ситуаций. От них никуда не деться. Когда вы, ребята, сюда приходите и начинаете учиться, вы понимаете, что не нервничать в магистратуре, не волноваться не получится. Вы согласны? Если раньше по поводу учебы вы могли немного волноваться, то здесь, в тех или иных ситуациях, в 90-97% случаев невротического расстройства не избежать, потому что объем большой и надо все успеть. Это правда. Выход один. научиться не паниковать в критических ситуациях и не расстраиваться из-за перегрузок. Они неизбежны. Когда я продумывал эту лекцию, то вспоминал о благодати. Так вот, мы, как люди верующие, порой ограничиваем благодать и в отношении себя, и в отношении других людей. И в итоге нервничаем, срываемся и выходим из себя по поводу того, что по сути не так уж и важно. Понимаете? Зацикливаемся на том, на сём, на чём зацикливаться не стоит. Надо научиться более снисходительно, более великодушно относиться к себе и окружающим, как это делал наш Господь. Таким образом, следует уметь принимать трудности как нечто неизбежное, в этой жизни проблем не миновать. тем, кто ещё не женат и не замужем, я уже не раз говорил, с кем бы вы свою жизнь не связали, у него или у неё, где-то там, сзади, на шее будет невидимый ярлычок, о котором они не догадываются, но который вам до свадьбы нужно обязательно прочитать. Это как предупреждение от Минздрава на пачке сигарет. Вот вам, как бы говорит Господь, перечень крохотных нюансов характера данного человека, которые до конца жизни будут выводить вас из себя. Подумайте, как будете с этим справляться. С Божьей помощью. Это благодать. Мы вступаем в брак не со Христом, и это тоже надо принять как данность. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Говоря о принятии благодати, надо отметить, что мы создаем еще и мета-уровень. Речь идет о мета-реакции и о мета-эмоции. Это то, что я ощущаю на себе и с чем во многих отношениях столкнулся Джейкобсон. Посудите сами. Допустим, у вас с супругом возникла какая-то проблема. Что опять? Да что со мной не так? Или «да что с тобой не так?» восклицаете вы. Это и есть мета-реакция на конфликтную ситуацию, которая в данном случае лишь усугубляет проблему. Так ведь? То же самое касается депрессии, повышенной тревожности и нервозности, связанной с написанием письменной работы по предмету к определенному сроку, например. «Да что со мной не так? Почему я никак не приступлю?» Понимаете, о чем я? Мы реагируем так, вместо того, чтобы понять и принять, что в жизни бывает всякое, не бичевать себя и надеяться, что в сложившихся обстоятельствах преподаватель тоже отнесется к вам с пониманием. Да, проблема сохраняется, обстоятельства давят, но созданный мета-уровень многое меняет. Вспоминается Дэн Уайл, правда? «Важно не что, а как». Похожая мысль звучит и Сьюзен Джонсон. Мы создаем патологические паттерны вместо того, чтобы осознать, что если реагировать на жизненные трудности и испытания как на что-то в общем-то ожидаемое, мы имеем все шансы не усугубить проблему и не сделать ее масштабнее вдвойне. И в этом, на мой взгляд, сила благодати. Вы знаете, что это она, благодать, потому что получаете то, чего не заслуживаете и испытываете то самое чувство облегчения. А на этом слайде Форест Гамп. Он здесь, потому что мы понимаем, жизнь трудна. Эти слова звучат в первых трех строках чудесной книги «Нехоженный путь» или «Непроторенная дорога», написанная человеком, который уже на склоне лет стал евангельским христианином. Вот такой любопытный факт. Это Скотт Пекк, автор «Нехоженного пути», а также другой, весьма впечатляющей книги «Люди лжи», в которой он обращается к проблеме нарциссизма. Призываю вас ее прочесть и создать свое жизненное пространство. Книга не оставит вас равнодушными, поскольку во многом обсуждают проблему зла. Итак, трудности случаются. Проблемы не решаются по причине нежелания или неспособности. Для того, чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы наличествовали и желание, и способность. Однако, как уже было отмечено выше, принятие меняет опыт переживания проблемы. Если я занимаюсь спортом, играю в теннис, например, или просто пытаюсь побить собственный рекорд и не справляюсь, важно не отчаиваться, не расстраиваться, если на велосипеде приходится преодолевать сопротивление ветра, а воспринять это как непростую задачу, это поможет не усложнить проблему еще больше. Я считаю, что это сама по себе уже подвижка. Все это понимание и принятие факта неизбежности разного рода неприятностей, осознание своей эмоциональной реакции на них и формирование правильного мета-уровня для меня выглядит как стратегическое изменение, как целенаправленное высвобождение ресурсов для дальнейшего движения вперед. Ключевой фактор — реакция на проблему, на возникающие трудности. Я уже упоминал пульцевые манжеты или пульцевую головоломку. Это такой плетеный цилиндр, который надевается на пальцы. Чем усерднее человек пытается вытащить пальцы, тем больше растягивается цилиндр. Взрослый, в отличие от ребенка, который тянет и тянет трубочку в разные стороны, довольно быстро догадывается, что надо делать — остановиться, расслабиться и, наоборот, сблизить пальцы, расширив тем самым цилиндр, и легко достать их один за другим. То есть, понимаете, чем упорнее человек совершает неверные действия, тем больше стресс испытывает из-за того, что ничего не получается. Так что для меня вот в этом ключ к любым переменам. Именно поэтому я упоминаю все эти теории, в том числе и Дэна Уайла, а также многих других известных психотерапевтов Нила Джейкобсона, Кристенсона, Готтмана, которые вместе посетили немало конференций и общаются в коллегиальном товарищеском духе. Нил Джейкобсон, к сожалению, покинул этот мир 4-5 лет назад при довольно трагических обстоятельствах. Итак, сначала мы подключаем принятие, а затем можно переходить к тактическим моментам. Понимаете? Давайте предпримем несколько иной подход к КПТ. Когда этот человек рядом, вам становится нехорошо. Вы понимаете, что с вами происходит? Обозначьте, опишите свои чувства. Я понимаю, как вам трудно. Да, трудно. Ёлки-палки, но почему, когда он появляется, я впадаю в панику, ненавижу себя? Да, это непродуктивно. Так помогите мне перестать это делать. Можете? Это не поможет. Давайте попробуем вот что. Есть факт, вы не можете найти с этим человеком общий язык. Он наводит на вас ужас, вам не нравится его манера поведения, вы совсем другой человек, и вам сложно его выносить. Может быть, попытаться просто принять этот факт? Ну, можно. Насколько мне известно, Библия нигде не предписывает со всеми лазить. Нам заповедано всех любить. А это как? А это так. Если у неприятного вам человека сломалась машина, и его необходимо довезти до мастерской, довезите. Проявите к нему такое же доброе и теплое отношение, которое проявили бы к брату или сестре по крови. Вот тогда вы и научитесь правильно реагировать, и тогда можно переходить ко всем перечисленным здесь методам и приемам, которые закрепляют должное поведение. Задумайтесь, если в арсенале человека будут инструменты, позволяющие справляться с разными жизненными трудностями, этот человек постепенно научится ими пользоваться. Так будет рассуждать он в подобной ситуации. Доктор Дженнифер рекомендовала мыслить следующим образом. Вот она ситуация, буду пробовать. Человек начинает анализировать. Понимаете, он видит ситуацию и старается применить ваши рекомендации, действовать по-новому. В этом мысль. Он готов скорректировать свое поведение в реальных условиях, здесь и сейчас. Итак, здоровые пары отличаются от проблемных своей реакцией на проблему. Это Дэн Уайл. Счастливые пары осознают неизбежность своих различий и готовы проявлять друг другу понимание и терпение. Я люблю тебя, малыш. Это правда. Но трудности у нас будут. Есть мнение, что проблемы у супружеских пар возникают не на начальном этапе, а во мере развития отношений. Я же считаю, что пары со значительным семейным стажем, более благополучным, те пары, у которых отношения не складываются, предсказуемы в плане неблагоприятного развития ситуации общения. Они обостряют конфликт, мы об этом уже говорили, усиливают разногласия и попадают в негативный цикл взаимодействия, демонстрируют негативные паттерны поведения в попытке справиться с человеком или изменить его. И каждый раз безрезультатно. Не только я, но и другие психологи, работающие в парадигме ЭФТ, например, полагаем, что возникающие трудности можно преодолеть, проблемы можно решить так, что это одновременно позволит укрепить отношения и усилить эмоциональную близость. Когда ты включаешься и пытаешься понять мысли и чувства человека, вызванные твоими действиями, случаются самые настоящие открытия. Ничего себе, я и не подозревал. И это может способствовать укреплению эмпатической связи. Так что мы можем идти дальше. Это подтверждают работы Джонсона и других психологов и формировать более глубокий уровень эмоциональной связи и близости. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok